Здравствуйте! В эфире телеканала ОРТ Новости дня. Наши корреспонденты и я, Михаил Канин, подготовили для вас самые актуальные материалы к этому часу. А сейчас коротко о главных темах. Штормовое предупреждение. Оренбуржье накрыл циклон. Ливень, ветер и песчаная буря в областном центре. Люди подсчитывают убытки от непогоды. Орошаемых полей в регионе должно быть больше, считает Минсельхозе России. Пять автобусов под арестом. Оренбуржские маршрутки не прошли проверку. 700 тысяч рублей на социальные проекты. Победа оренбуржцев на молодежном форуме Иволга. Театральное переволжье подводит итоги. Кто лучший? Начнем выпуск со штормового предупреждения. В региональном управлении МЧС сообщают, в ближайшие сутки по области ожидается усиление ветра местами до 27 метров в секунду. В отдельных районах пройдут сильные грозы и дожди. Повышается вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, связанных с нарушением в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб. Спасатели рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости и не оставлять детей без присмотра. Держаться подальше от линии электропередач, рекламных конструкций. Укрыться лучше всего в домах или подземных переходах. И еще о непогоде. Ливень и штормовой ветер. Порывы достигали 20 метров в секунду. За минувшие сутки в Оренбурге выпала месячная норма осадков. За ночь ураган повалил десятки деревьев, вышку сотовой связи. Пострадали несколько автомобилей. Люди подсчитывают убытки и делятся видео в социальных сетях. Сильный дождь затопил улицы города в считанные минуты. Резкое ухудшение погоды началось около 6 часов вечера, когда горожане ехали с работы. Ливень был такой силой, рассказывают очевидцы, что с ним не справлялись дворники автомобиля. На этих кадрах снято чудесное спасение. Мама с ребенком и коляской в руках оказалась на открытом пространстве. Порывы ветра вырывают коляску из рук женщины. Проезжающий мимо мужчина не остался равнодушен. Он сразу бросается к ним на помощь. Берет коляску на руки и помогает девушке укрыться в торговом центре. Малыш отделался испугом. Песчаная буря – нечастое явление для областного центра. Стихия попала в объективы мобильных телефонов оренбушцев. Ситуация больше похожа на кадры из фильма. Поднятый ветром песок образует смерчи и клубы пыли. Явление наблюдали сразу в нескольких точках города. В микрорайоне Степном очевидец снял и такие кадры. Прямо посередине двора в воздухе кружатся кучи мусора. Полиэтиленовые пакеты и мелкие ветки. Последствия непогоды принесли массу неудобств. Ветер повалил несколько столбов и зеленые насаждения. Огромное дерево. Старое. Заградило все. Преградило. Повреждены несколько припаркованных автомобилей. К счастью, в этот момент внутри никто не находился. Недалеко от поселка Ростыши ветер завалил вышку сотовой связи. Металлическая конструкция упала прямо на жилой дом. Информации о пострадавших пока не поступало. Оренбуржье посетил директор департамента по мелиорации Министерства сельского хозяйства России Валерий Жуков. Он провел выездное совещание в селе Кардаилово Иллигского района. А также осмотрел орошаемые площади одного сельхозпредприятия. Совещание проходит в одном из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона. Главная тема – реализация стратегии развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения до 2024 года. Специалисты отмечают Оренбуржье – зона рискованного земледелия. И улучшение плодородия земель путем их орошения сегодня – одна из главных задач. Сейчас площадь орошаемых территорий в области более 60 тысяч гектаров. С 2013 года введено в оборот 3357,5 гектаров. На них уже используют новейшие технологии. Как результат – увеличение урожайности картофеля и овощей. После заседания Валерий Жуков осмотрел территории, где выращивают овощи и сою. Он отметил перспективы развития мелиорации земель в Оренбуржье. В советское время здесь было 60 тысяч орошаемых земель, которые поливались. На сегодняшний день около 15 тысяч поливается. В работе – это все земли. И если мы за 5 лет сегодня хотя бы половина-25 тысяч введем, я считаю, что в нынешних условиях это очень хорошо. Так уже в этом году, по словам федерального специалиста, в Оренбургской области будет введено 3000 орошаемых земель. Улучшить урожай позволит техническое перевооружение растительных систем. Подробности расскажем в одном из выпусков новостей. Один миллиард рублей задолжали оренбуржцы налоговой инспекции. Общее число должников перевалило 20 тысяч человек. Значительно выросла задолженность по транспортному и имущественному налогам. Сегодня в областном центре прошел очередной совместный рейд сотрудников Федеральной службы судебных приставов и налоговых органов. В центре внимания в первую очередь те должники, которые не платят налоги годами и накопили солидные суммы. Хозяин этого ларька задолжал 120 тысяч рублей, но по месту прописки найти его практически невозможно. Телефон отключен, на работе не появлялся. Судебные приставы производят арест кассы. 3 декабря 2018 года наступил срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2017 год. Налогоплательщики, которые не исполнили обязанности в установленный срок, перешли в разряд должников. В отношении данной группы налогоплательщиков налоговыми органами принимается комплекс мер принудительного взыскания, установленный налоговым кодексом. В настоящее время уже переданы материалы в суд, направлены заявления о взыскании указанной задолженности. Кроме того, органы судебной власти вправе запретить выезд за пределы страны. Такая мера коснулась порядка трех тысяч оренбушцев. Из-за злостных неплательщиков бюджет города недополучил около одного миллиарда рублей. Где можно узнать о своих долгах и что грозит тем, кто не платит налоги? Расскажем в вечернем выпуске новостей. Материал готовится к эфиру. Покровский колледж останется без бюджетных мест на следующий учебный год. Это значит, он сможет набирать абитуриентов только на платную основу. Такая ситуация может привести к закрытию среднего образовательного учреждения, считают педагоги и родители. В чем причина и есть ли выход из сложной ситуации, расскажет мой коллега Вячеслав Кампе. В стенах учебного заведения сегодня шумно, несмотря на каникулы. Большой педагогический совет. На повестке дня главная тема – отказ в аккредитации. С этим педагоги не согласны. Нам было отказано по единственной причине отсутствовать стадион открытого типа с полосой препятствий. То есть наш стадион не соответствует санитарно-техническим противопожарным нормам. 90-99% износа у нашего стадиона. Все это единственная причина для отказа в аккредитации нам. Вот так спортивный комплекс выглядел 30 лет назад. Уникальные кадры сохранились в нашем телеархиве. Футбольные турниры и региональные соревнования проводились здесь регулярно. Трибуны полные зрителей. Тогда привычная картина. Сегодня все иначе. Первоклассный когда-то спортивный комплекс сейчас пребывает в унынии. Вместо футбольного стадиона, поле с травой, трибуны разрушены практически полностью, а беговые тартановые дорожки сейчас трудно найти. По словам педагогов, в последний раз занятия здесь проводились в далеком 2007 году. Остается неясна и судьба ресурсного центра. Это ферма. Почти 500 голов крупнорогатого скота. Здесь студенты проходят практику. А сопутствующий доход от реализации животной продукции идет на дополнительное финансирование учебного заведения. Теперь, по словам его работников, производством заведует Оренбургский государственный аграрный университет, филиалом которого и является Покровский сельскохозяйственный колледж. Так как у нас практика ориентирована на обучение, как можно обучать студентов, прививать им какие-то профессиональные компетенции, умения, навыки без хозяйства. Особенно касается ветеринаров, касается агрономов. Но это невозможно. Переживания преподавателей разделяют и родители студентов. Они обеспокоены, смогут ли их дети доучиться. Также неясно, что делать с теми, кто хотел сюда поступить. Исполняющий обязанности ректора вуза о проблеме знает. По его словам, 1 сентября в колледж придут только студенты старших курсов. Набор в этом году был только на коммерческую основу. Бюджетных мест на этот учебный год не будет. С решением Росуборнадзора они не прошли государственную аккредитацию. То есть по всем специальностям, которые у них реализуются в филиале. С формулировкой несоответствия материально-технической базы. То есть это не какой-то один показатель. Это большой перечень показателей. Чтобы в учебном заведении вновь появились первокурсники, поясняют в УЗИ, необходимо устранить все полученные замечания. После этого пройти аккредитацию повторно. Правда, такая возможность у колледжа появится только в следующем году. Вячеслав Камп и Игорь Бероев, Сергей Пронь. Новости дня. Сейчас реклама на ОРТ. Не переключайтесь, мы продолжим после нее. И вот о чем расскажем. Пять автобусов под арестом. Оренбургские маршрутки не прошли проверку. 700 тысяч рублей на социальные проекты. Победа оренбуржцев на молодежном форуме Иволга. Театральное при Волжье подводит итоги. Кто лучший? Отсутствие лицензии, плохое техническое состояние. Оренбургские автобусы не прошли проверку. Специалисты выявили десятки грубых нарушений. Пять маршруток городских и междугородних направлений попали под арест. Транспортные средства смогут вернуться на линию только после получения лицензии. Все автобусы принадлежат разным перевозчикам. Кроме этого, владельцам маршруток предстоит выплатить штраф в 50 тысяч рублей. Всего за три дня рейда сотрудники Западноуральского межрегионального автодорожного надзора проверили более 300 автобусов. Помимо отсутствия лицензии, на некоторых машинах был неисправен спидометр, ремни безопасности, отсутствовала гайка колеса. У некоторых были вмонтированы дополнительные сидения, не предусмотренные конструкции. Если владельцы вовремя не устранят технические нарушения у пассажирских автобусов, им может грозить уголовная ответственность до полутора лет лишения свободы. Оренбургские студенты вернулись из Китая. В провинции Хунань прошел шестой молодежный форум Волга-Янзы. В составе российской делегации более 130 студентов из высших учебных заведений Приволгского федерального округа. В том числе семь человек из Оренбурга. Главное, что объединяет студентов изучение китайского языка. Не говорить на китайском после поездки просто невозможно, признаются участники Оренбургской делегации. Десять дней на форуме Волга-Янзы. Это знакомство с работой местных университетов, высокотехнологичных предприятий, лекции ведущих китайских ученых, истории и культуры Китая. Программа форума предусматривает посещение крупных китайских компаний. Не обходится без концертов, круглых столов, спортивных соревнований. Для молодых людей это прежде всего опыт общения с китайскими сверстниками и приобретение новых контактов. Тем более, что популярность китайского языка с каждым годом набирает обороты. Эта поездка послужила огромной мотивацией для дальнейшего изучения китайского языка. И, безусловно, хочется снова посетить эту страну, еще больше увидеть музеев, достопримечательностей. Наши ребята, изучающие китайский язык, каждый год посещают стажировки. Это Шанхай, Харбин, Сиань. И также ребята наши выигрывают каждый год гранты правительства Китайской Народной Республики и уезжают сроком на год для изучения китайского языка в китайские вузы. В перспективе студенты, изучающие китайский, планируют работать на совместных российско-китайских предприятиях, либо стать переводчиками. Планируется, что следующий форум Волга-Янзы пройдет в нашей стране. И еще о новостях культуры. Закончился региональный этап фестиваля театральной при Волже. Завершилось голосование за лидерство на сайте media56.ru. Год театра в России при Волжске в федеральный округ отмечает грандиозным мероприятием. Главная цель – вовлечь молодое поколение в круговорот лицедейства. Детские и студенческие коллективы Оренбуржи получили поддержку зрителей. Название лучших в регионе претендовало шесть коллективов. По результатам народного голосования в лидеры регионального этапа театрального фестиваля вырвались два спектакля. Среди студенческих постановок лучшей, по мнению зрителей, стала квадратура круга. 3700 человек отметили работу «Горецвета». А постановка «Алые паруса» детского театра «Щелкунчик» набрала более 3500 голосов. Это 67% от общего числа. В репертуаре театра «Щелкунчик» десятки спектаклей. Они наполнены музыкой и танцами. «Алые паруса», хотя и не детская история, но рассчитана на самого разного зрителя. Мы старались, чтобы разная музыка была. И джазовая, и классическая, и современная. Потому что все-таки это современные дети. Ставили танцевальные номера разные балетмейстеры. Поэтому, опять-таки, для каждого возраста и для людей, будем так говорить, с разными вкусами. Ну, нельзя же в самом деле вот и конюшке ночевать. Метла есть? На сцене первокурсники медуниверситета, практикующие врачи и аспиранты. Театр «Горит цвет» играет историю о запутанных взаимоотношениях и безответной любви. Первый – советский водевиль. Каждый спектакль уникален по-своему. Режиссура, работа художников, юмористическая составляющая и, конечно, игра начинающих актеров. Это еще на первых просмотрах отметила профессиональная жюри. Теперь у театра одна задача – показать себя с лучшей стороны на окружном уровне. Как же переживали. Тем более, когда на третий-четвертый день наши конкуренты так оторвались, значительно оторвались. Мы любим битву, будем сражаться. Будем надеяться, конечно, мы верим, что у нас, если уж не гран-при, то что-то мы привезем. Фестиваль определит самый театральный регион при Волжье. В финале выступят 14 коллективов. Впереди окружной этап. До 31 октября видеоверсии спектаклей можно будет увидеть в эфире ОРТ. Далее, в ноябре, в финале, победители определят в прямом телевизионном эфире с помощью СМС-голосования. Будет сформирован такой вот шорт-лист победителей региональных этапов. Даны ссылки, где можно посмотреть эти спектакли. Потому что, к сожалению, в финальном голосовании, ну, в принципе, как это обычно и делается, например, на Евровидении, мы сами за своих ребят не сможем проголосовать. Лучшие коллективы получат гранты до 100 тысяч рублей на новые постановки. Отметят и лучший спектакль, и лучшую режиссуру, и лучшую игру. Но главное для многих начинающих артистов – это возможность проявить свой талант и получить оценку профессионалов. Татьяна Штиллер, Сергей Пронь, Новости дня. В завершении выпуска о спорте. В египетском Шарм-эль-Шейхе в эти дни проходит 16-е юниорское первенство мира по подводному спорту. В составе сборной России выступают и представители Оренбуржья. На соревнования собираются пловцы-подводники с пяти континентов. Российская сборная традиционно самая многочисленная – 25 человек. В секторе классических ласт лидерами команды являются мастера спорта международного класса Арчани, Яна Мартынова и Данила Инбулаев. Триумфально выступив на майском первенстве страны в Санкт-Петербурге, они переезжают на взрослый чемпионат России в Томск, где тоже попадают в призы. Сейчас в Египте Мартынова выигрывает 100-метровую дистанцию. В такой же дисциплине Инбулаев берет бронзу. Оба участвуют в смешанной эстафете 4 по 100, в которой завоевывают золотые медали. В программе соревнований еще дистанции 50, 200 и 400 метров. Первенство завершится в субботу. На этом мы завершаем наш выпуск. Смотрите ОРТ и будьте в курсе последних событий. Я напоминаю, вернуться к обзору новостей вы можете на нашем официальном сайте media56.ru. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю мы вместе с вами. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...